В конце 2010 года, это совсем недавно, в России был принят так называемый 327-й федеральный закон. Это закон, который регулирует возврат церковного имущества церковным общинам. Не берусь судить, хороший этот закон или плох. Закон это закон. Закон принят Государственной Думой, подписан президентом, мы обязаны его исполнять. Особенностью этого закона является только одно. Закон носит заявительный характер. То есть, если община, которая заявляется на то или иное церковное здание, обращается в Росимущество, а имущество это не наше, мы только пользователи этого имущества. Собственник имущества Российская Федерация. Так вот, если община обращается в Росимущество, Росимущество обязано в течение года по причинам, которые указаны в этом законе. Прежде всего, это две причины, на самом деле. Это либо здание не является культовым, либо община не является церковной. По этим причинам отказать. Если отказа нет, если отказа нет, Росимущество обязано в течение шести лет предоставить, собственно, не владельцу, а пользователю этого здания, в частности, музею, в распоряжение, либо сходное здание, либо похожее здание, для того, чтобы он перенес туда коллекцию. И, честно, заявка на Георгиевский собор была отправлена в Росимущество, по-моему, в конце 2013 года. То есть, два года уже прошло. Как будет происходить право применения этого закона, мы пока не знаем. Потому что первые шесть лет с момента вступления этого закона в силу, а закон вступил в 2011 году, вот первые шесть лет с 2011 года, они наступят как раз в 2017 году. И первые судебные процессы, потому что наши ситуации не уникальны. Такие же ситуации существуют во многих федеральных музеях. Все с болью в сердце ожидают, а как же будут вести себя суды по отношению к тем владельцам этих зданий текущим, которые не выехали этих зданий, но прошло шесть лет с момента подачи заявлений. Для того, чтобы не загонять себя в этот угол, все-таки, все-таки, я говорю ровно об одном, я говорю о том, что дискуссию о необходимости новых помещений для музея необходимо вести. Тем более, что помещение, вот музей-то зажат на самом деле, вот у музея очень много церковных зданий, а они сейчас находятся как раз вот в этой зоне риска, понимаете, да, 327-го закона. Они все находятся в этой зоне риска, абсолютно все. Ну, таким образом и спасли единицкий можно попросить. Совершенно верно, вы абсолютно правы. Мы вообще ничего не сможем сделать, это отдает Росимуществу, поймите, мы ничего сделать не сможем. Никакие протесты, никакие демонстрации, никакие письма не смогут отменить действия закона.